И еще раз всем привет и всем добро пожаловать. Мы смотрим 3х3 турнир. У нас наметился серьезный соперник. Ninja Squad, который рвет и мечет всех, кого можно рвать и летать. Так. И команда Son of Existence против команды Tatus Gaming. Германия против Америки. Тоже интересно, мне кажется, было бы посмотреть. Давайте посмотрим, что у нас Штормлиц будет показывать. Давайте дождемся Штормлица, потому что мне, если честно, интересно посмотреть Ninja Squad. Вот, потом уже что-то другое. Вот, ватный упорот и патриотичный. Пенсионер. Ну, это какие-то понятия, которые пытаются как-то, знаешь, немножечко этот смысл пытаются унизить. То есть, я вот тебе заметил, сейчас очень многие вещи пытаются просто принизить и с них какие-то акценты снять. То есть, ну, как бы, мне кажется, человек, который живет в России, он априори патриот. Вот, у любого человека в России, то есть, он, ну, как бы, больше или меньше, он в любом случае патриот. Вот и все, собственно. То есть, как бы, это же очевидно. Ну, то есть, это, как бы, это синоним, это, ну, я не понимаю немножечко, в чем вот этот вот голдеж по поводу подмены понятий, ну, мне неинтересно, честно. Я же, я, как бы, ну, у меня есть свое мнение, оно, как такое, ну, очень, очень авторитетное для меня. И мне, как бы, трудно принять какую-то точку зрения, особенно то, что происходит на портале. Вот это все, какой-то, занимается мышиной вознью, я это называю. Не занимается вообще никто ничем, кроме как мышиной вознью. Россиянин может стать любой. Это гражданство, ну, там, всякие ватники, когда-нибудь русские, это национальность. Слушайте, вы пытаетесь что-то разделить. Зачем вы отделите русский, россиянин? Зачем это вам нужно, ребят? Вы как-то хотите чекал-то оскорбить? Ну, пожалуйста, можете оскорбить. Можете в чате оскорбить кого-нибудь. Мне кажется, у вас какой-то такой кредо есть. Вам лишь бы какой-то ярлык повесить. Вы все такие, с, как бы, с акцентом на интеллигенцию, вешайте ярлыки. То есть, к чему эти ярлыки, я не понимаю, ребят. Я, конечно, с вами не соглашусь здесь. Вепраг говорит, пришел смотреть кох, а слушай про кого-то Адольфа. Не, ну, люди же общаются. Вепраг, просто ты должен понимать, что я общаюсь со зрителями. Я не игнорирую. Ну, как бы, стараюсь. Хотите сказать, что в картинке нужен битрейт минимум 7,5к, а лучше 10к. А давайте попробуем. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте попробуем как-нибудь вот сделать. Давайте сделаем. Это понятие, навязывающее госдепом США. Ну, ты знаешь, мне кажется, ветерок, естественно, дует от наших геополитических конкурентов. Геополитический конкурент это тире враг. Вот мы играем в игру про Вторую мировую войну. И изучение Второй мировой войны для меня поставило все акценты. То есть, как относятся к нам, ну, вообще наши геополитические партнеры. Вот, собственно, и все. То есть, как бы, здесь, ну, для меня, то есть, я изучил для себя Вторую мировую. Вот, и, то есть, как бы, я для себя четко все понимаю. То есть, откуда ветер дует, то есть, почему это была война, кто главный заказчик и так далее. Важно же не то, что какие-то, блин, там, вот нас учат, типа, в каком году была Курская битва. Да иди ты нахер. То есть, зачем это знать, когда самое главное, надо знать суть. Причина войны. То есть, по какой причине мы теряли такое количество людей в самом начале войны. Да, по какой причине предшествующие события были такие кровавые. По какой причине был голодомор. По какой причине, вот, то есть, вот эти причины надо изучать. И я для себя их изучил. То есть, как бы, у меня есть моя точка зрения. Она субъективная, конечно, но для себя я все понял. У меня, знаешь, как, у меня факт фактом бьется. То есть, у меня, вот, совпадает. То есть, чисто логично. События и причины. И, как бы, я понимаю, что, как бы, не то, что они какие-то плохие. Это просто конкуренты. Это вот, как на рынок приходишь. Вот, у меня были конкуренты. Я занимался продажами сухих молочных агредиентов. И у меня были конкуренты. Естественно, конкуренты хотели зарабатывать. И всячески меня пытались использовать, кинуть. То есть, ну, как бы, это стандартная тема. Потому что они конкуренты. По сути, на меня насрать. Ну, то есть, как бы, так же и между странами. Только между странами еще жестче. Вот. Я, кстати, и дрался с конкурентами. Вот. Поэтому здесь это, ну, нормальное явление. То есть, мы делим рынок. Да. То есть, как бы, и наши интересы могут, как бы, пересечься. И все. То есть, как бы. То есть, это такие нормальные человеческие отношения. Также и, мне кажется, в геополитике все то же самое. Я мало вообще верил в то, что там по-другому. Там все то же самое. Поэтому вот так вот. Фаргус говорит. Кого не спроси, каждый патриот. А на деле, как у Шевчука. Я за родину свою жизнь отдам. Но, к сожалению, есть семья и дети. Ну, почему, Фаргус? Ну, нельзя же все приземлять к какому-то одному событию. То есть, человек может быть патриотом. Он может платить налоги. Делать честный бизнес. Помогать другим. Это тоже немало. То есть, это немаленькая часть вложений. Если каждый будет делать что-то хорошее, поверь Фаргус. Вот наша страна изменится только в лучшую сторону. То есть, я как бы немножечко извиняюсь, что про политику сегодня. Но, просто, я вижу, что сообщение. Я как бы не хочу, чтобы я ушел с портала СК2ТВ каким-то непонятым. Я вижу сообщение, что вы меня просто не поняли. Чеченец-то русский или россиянин? Слушай, но чеченцу, он сам верен выбирать, что ему ближе. Он может быть русским, может быть россиянином. Какая разница? Это то, как он себя чувствует. Но они себя чувствуют русскими. Я общался с ребятами из Дагестана, с Азербайджана, с Чечни. Они говорят, мы считаем, что мы русские. Мы Россия. Они вот именно говорят, что слово Россия. То есть, как бы это абсолютно нормально. Но при этом они, естественно, поведают ислам. То есть, это, как бы это естественно. И не надо их трогать. То есть, ну, не стоит их раздражать. Абсолютно нормальные люди. Большинство порядочные. Есть и суки из них. Поверьте, я с такими сталкивался. Не один раз. Так же, как и у русских. То же самое. Неважно, кто как себя чем читает. Какая разница? Вот как хочешь, так чем себя и считай. Вот и все. Патриот говорит у Адика свое мнение. У Форты говорит он проплачен в СД. Ну, ну и что? Ну вот мое такое мнение. Ну что, теперь над ним надо нацепихаться? Я обычно всегда говорю, такое мнение имеет место быть. Хотя, конечно, можно поспорить. У меня старый квадратный монитор и разрешение у меня 1024.868. Байк. Ну, что ж такое-то? Какой кошмар. Тебе прям отвратительно смотреть наш стрим. Кадыров русский. А еще он самый большой патриот России. Кадыров замечательный руководитель своей республики. По-моему, это даже неоспоримо. Кадыров держит достаточно напряженный регион в своих руках. И молодец. Он сильная армия. Ну, в общем, мне очень нравится, как политик. Кадыров молодец. Зачетный видок, как директор. Ламер for life. Я же всегда так выгляжу. Twitch не протянет больше 3 килобит, а для стратегии больше 3 не нужно. Sun of Malice. Ну, вот сейчас 4,5 тысячи битрейт. Зачем знать свою историю, Вайтман говорит. Не, ну, как бы я изучаю историю, мне это интересно. Но я ее изучаю для себя. Я же поэтому даже вам ничего не навязываю. Вот за 3 года я вам почти ничего не навязал. Ни одного своего. Вот сейчас что-то подняли. Серьезно, не ставим больше 3 тысячи. Или будут лаги чудовищные, не слушая этих громадей со своих твичевских. Хорошо, ладно. Но мы будем, давайте будем экспериментировать. Голодомор, когда нам стали совать палки в колеса и тормозить индустриализацию государства, единственное, чем рассчитывался Советский Союз, это золотом и зерном. Вот по-другому за станки западные ребята не принимали никакой, как бы, они ничего не принимали, кроме золота и, ну, как бы, и пшена, зерна. Вот. И, по-моему, даже от золота они отказались. Но, по-сути, специально сделалось все. То есть мы рассчитывались, пришлось голодать, но чтобы страна была независимая. Вот и все. Поэтому, правильно это или неправильно, каждый сам для себя делает вывод. Я считаю, что это же тоже подвиг в какой-то мере. Плюс неурожайные года были. То есть этому предпосылкой было много неурожайных лет. Поэтому, ну и плюс то хозяйство, которое было при царе в Первую мировую войну, а его, естественно, тоже развалили. И этому предшествовали вот эти всякие, как называют эти, революции вот. Умри за родину. Видели, кстати, ролик, Иролашевский ролик. Не, я не видел. Не смотрел, Иролаш. Как тебе фильм Warcraft? Я не смотрел. Я вот буду смотреть. Не спойлерите, пожалуйста, как там игра. А нету игры пока. Я сижу и жду. Во, появилась. Если бы, если бы, если бы у бабушки была, она была бы дедушкой, можно много-много долго. Но на лицо ситуация видна. Фарбус. Ну, я же говорю, у каждого свои источники, каждый изучает историю по тем источникам, какие они есть. Нет, безусловно, твое мнение имеет места быть. И здесь у нас, ты же сам знаешь, как у нас история пишется. Поэтому, поэтому я резко против школы там и так далее. Как ты разделяешь чеченцев и русских? Что значит? Да я никого ничего не разделяю. Ребят, мне посрать вообще. Я человек дела. Вот человек со мной дело делает, все, молодец. А кто мне вообще глубоко неинтересно? Вот. Мне вообще неинтересно. Ну, то есть, как бы, это все такое субъективное. Что я там буду кого-то разделять, что ли? Ну, зачем мне это надо? Я что, дебил? И мне кто-нибудь сказали, ты посмотри, он же чеченец, какой он русский. Я говорю, ты пошел ты нахер, козел. Я говорю, иди нахер отсюда, я тебе сейчас руку сломаю твой. Навязывает он мне свои эти. Они же, как правило, дрищи все. Тебе 95 килограмм, куда он пойдет? Ой-ей. Собой бы занимались. Уех. Кадыр вы замечательный руководитель. Здесь же спорить даже не стоит. Глава Чеченской Республики. Установлены 85-миллиметровые орудия. Танки приведут нас к победе. Молодой, между прочим. Какой хочешь, Петрейд, ставь такой, ставь. Ну, нет, мы будем экспериментировать. Байк говорит, он все еще ваши вундервафли широкоформатные. Байк у нас мучится с монитором. Что там с игрой? Да, игра началась, ребят, поехали. Дети умерли с голоду за независимость. Пенсионер, откройте секрет, они и так бы умерли, если бы мы были бы ненезависимыми. Потому что они нахер никому не нужны. Ну, а я надеюсь, этот стрим кому-то нужен, раз вы здесь сидите, мои дорогие и уважаемые. Немножечко политоты, немножечко... Ну, раз в три года, я думаю, можно себе позволить на стриме такое поговорить с вами, да? Ну, по крайней мере, мы обменялись мнениями. Естественно, мы друг друга уважаем. Я вас люблю, вы меня тоже любите. Потому что я веду передачу Company of Heroes по-русски. Меня зовут Маза, и мы смотрим с вами вторую игру противостояния команды Ninja Squad из Финляндии против интернационального, так сказать, состава Superstars. Вон Айвен, Хелпинг Ганс и Штурн Тигр Гаддафи. Ребята серьезные, все настроены на победу. Напоминаю, что у нас 1-0 в пользу команды Ninja Squad. Поменялись сторонами наши уважаемые оппоненты. И теперь команда YGNOW будет играть за союзников. Давайте посмотрим команду Ninja Squad. Итак, Airfield. Ох, наш знаменитый Airfield играет за Советский Союз. Игрок YGNOW играет за британскую армию. И Brickman играет также за Советский Союз. Кстати, обратите внимание, опять два Советских Союза, да? Интересно, с чем бы это могло быть связано? Гаддафи играет оберкоманда Вест. Вон Айвен оберкоманда Вест. И за вермахт играет Хелпинг Ганс. Вот такой расклад сил. Меньше политоты, больше плохо, говорит Маза. И продолжает комментировать. Плохая позиция для советских инженеров. Просто отвлекли пока позиции врага. Ой-ой-ой, пионеры. Ну и ребята, так сказать, взяли, каждый взял какой-то участок. Пошли на левый планк у нас сразу двое. Это Вон Айвен. Это, простите. Естественно, Вон Айвен и Хелпинг Ганс. И нижнюю позицию Гаддафи пытается сдержать. Опять же, повторюсь, только пытается. Занимает советские инженеры здание в каком правильном позиции. Да, для позиции он хороший. Сейчас туда еще Максим. И это значит, что правая часть карты будет полностью отсечена от лап противника. Ниндзя-сквад штурмует вообще позиции врага. Вы посмотрите, что происходит. Просто заштурмовали позиции врага. Все. Ты даже ничего не можешь им сделать. Обратите внимание, два бренд-перевозчика. Это такой двойной огонь. То есть ставка на технику Вайджинау делает. И вы знаете, по-моему, это старочка-то играет. Даже в зеленке пробивает пехоту противника. Вот эти бренд-перевозчики. Ой, проблемы. Сейчас хорошо. А вот этот ферстблат-то можно сделать. И раз, два, три. Хорош. Есть. Первая кровь проливается, ребята. Потерян отряд вот с Горнадеров. И опять в плохом положении у нас команда Суперстарс. Слушайте, мне кажется, Суперстарс их правильно назвать. Суперстарс, но они только Суперстарс в режиме 1 на 1. Снайпер Вермаркта. В исполнении Хеллфу Ганса. Т-1 продакшн готов. Смотрите, как Т-1. Посмотрите, куда они убрали Т-1. Они боятся. Они боятся, ребята, из команды Ninja Squad. Они понимают, что, блин, поставь ты этот Т-1 куда-нибудь сюда. Его разнесут в пыль. Я же могу сказать в пыль. Конечно, могу. Тем не менее, инженеры Советского Союза заняли такие хорошие позиции. Очень много, очень много, повторюсь, ресурсов сейчас будет у союзных войск. Ну и налево. Пошли, как говорит, ребята, налево. Да, там позиция МГ-42, которую можно флангануть. Ну и что? А, Бофорста нет, говорит, нельзя ставить Бофорст. Ты что, братан? Ну-ка давай, отменяй. Не получилось поставить Бофорст. Слишком нагло, слишком нагло, без прикрытия ставить Бофорст. Это очень серьезная ошибка. Нельзя так ошибаться. Тем временем Максим останавливает атаку. Здесь, по-моему, смотрите, пулеметы закрыли все щели. Все, которые щели можно закрыть. Стампионеры тут сгонят отряд Максима. А, Максим сейчас перевозь вернется. Так, новобранцы. Новобранцы пойдут. Ой, что-то там было потеряно. Бренд-перевозчик. И второй бренд-перевозчик. Ну что ж ты будешь делать-то, YG Now? Ну как же ты так мог обосраться прямо вот в самом начале игры? А Пупкину доставится фраг, между прочим. Пупкин-то так, не спеша, прицелился, навел орудие. Чпок, и все. Д-42. Чувствую, зрители хотят политический стрим. Кому-то интересно. Но я не буду продолжать политический стрим. Я буду продолжать Company of Heroes 2. Немцы выжимают позиции врага с центра. Выжимают врага по-простому, да? Иди нахер, говорит. Шнель нахер. Все, флангают пехоту. Вот, ребят, мне сегодня очень плохо здоровье, поэтому извините, если я вдруг там буду как-то жевать, не жевать, там, слова, не слова. Так что, ой, хорошая постольная граната. Вот, вы знаете, другой бы человек взял бы и не убил. 2-2-2. Потерял бы. Ритраж представляет окраску 2-2. Кто не купил, покупает. Викерс, хорошо. А здесь фланговая атака. А прикрыть-то нечем. Ну, прикрыть тут Максим. Как, Максим, небрежно-то развернулся. Ну, что же ты будешь делать? Так, пробитие. Кто это у нас? Шестифунтовичок. Шестифунтовичок. Нет, не попадает. Да, через атаку играл Брикман. Кстати, Брикман, чем был занят Брикман? Постройкой Т-3 и вызовом бронеавтомобиля М5. Потрясающий юнит. На данную, на данную сессию, да, то есть на данный момент игры, там, лучшее, что можно вызвать. М5 просто стоит, пополняет армию своих союзников. И все. И еще один М5. Только М17 выдается здесь. И здесь М17. Да что же такое-то? Зачем? Зачем, ребята, вы даете? Достаточно одной М17. Эх, какая-то своя игра у ребят. Я бы, конечно, по-другому отыграл. Сжигательная граната. Инженеров. Инженеры просто отойдут. Тем временем. Сапер с мельскателем. Гринадеры прогоняют. Да, вот здесь уже густая оборона у немцев на центре. Потому что все три армии немецкие собрались сейчас на центре. Проблема. М17, вот о чем я и говорил. Вот о чем я, ребята, и говорил. Ну не надо М17. Ну ой, зачем так было делать? Я же орал сейчас на всю квартиру. Не надо так было делать. М17, хорошо. Минус Пупкин. А, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот есть кого забрать. Панцерфузилеры. Отступили. Тут же новобранцы подобрали Пупкин. Сейчас можно просто зайти отступить. Там тем временем. Галия. Галилая. Аллилуйя. Да, смотрите. Сейчас Галия приедет. Кися, 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 кися. Он сейчас будет заманивать сиськами мясистыми сегодня. Сейчас, сейчас, сейчас. Оп, оп. Оп, 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 чидагов. Так, смотрите. Вот он, хитрая сучка. Он сейчас будет сюда, туда, сюда, туда. Молодец. М17, 222. Нет, ну тут, конечно, под двумя отрядами инженеров это вообще не серьезно. Так. Галия. Внимательно надо смотреть за Галия. А если он сейчас сюда заедет, ребята. Ой, какой же будет серьезный взрыв. Там тем временем он подавлен. Пехота. Ой, 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 ой. Проблема. И просто запокусить пионеров. Пионеров. Запокусить. Так. И запокусить пионеров. А пионеров закрыть. Ой, молодец. Сделает фраг М17. Все время вольф-гренадера забирают. Вы сути, сколько-то телекеры забрали. Вольф-гренадер забирает право. Вольф-гренадер забирает лево. Все забрали. Еще Пупкина. Еще Лиги. СВС. Мунаймена. Слушай, ну что-то этот самый. Недзи склад-то что-то ля-ля-фа. Минометы не строят. Ничего не строят. Где дэмэдж-то? Ядрить вас. Колотить. Знаменитые наши самые. Ну, вы поняли. М17 вознадер, вознадер, раз. До свидания. А можно там поехать? Да можно же поехать. Че такое-то? Братан. Боится, боится. М17. Вот эти вот Недзи склад сейчас играет очень аккуратно. Говорит, да мы знаем. Да, сейчас, говорит, поедем. А там у... 419 на 407 стрим. Немцы пока что лидируют. А вот он приехал. Красавец. Накрыло. Приятно накрыло позиции советских войск. Советско-британских. Что ж, Т3 продакшн есть у Брикмана. И у Эйрфилда тоже есть Т3. Давайте посмотрим по... Посмотрим по ресурсам. Значит, у YGNAU 195 топлива. 120 у Эйрфилда. И 106 у Брикмана. То есть, в принципе, в Т3 продакшн можно выйти. 17, М17, М17 отошла. Надо было сразу вот играть, ребят. Ну, сразу здесь занимается дом. Занимается вот позиция зеленки. И все. Позитие атакована противником. Снайпер Гермарта при деле. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Спрятался. Слушайте, ну, если честно, этот Голиап, он какой-то прям, ну, очень медленный. То есть, это как мина такая. Мина замедленного действия. Наконец-то позиция 3-х дюймового миномета. Так. Голиап. Такой медленный, да? Так. Так. Бур-бур-бур-бур-бур-бур. Бур-бур-бур-бур-бур. Так. А здесь пехота не застакана. Не застакана. 2-2-2. Хорошая позиция. Снайпер проблемы. Хелпинг ганс. Хелпинг ганс. Алло, 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 алло. Я отступил. Сдерживает немцы, пока сдерживает врага. Ну, вот здесь кто-то пришел, да. А это кто-то хороший врыв. Ну, да вы знаете, взрыв приятный, да, такой в целом, ну, как с кацетек. Ну, ничего они мне особо и не дают. Я тебе говорю, этот Голиап, что-то надо с ним делать, ребят. Ну, он слишком слабый, слишком слабый. Ну, либо его делать невероятно, по-моему. Прям бабах, так, что прям... Вообще, прям вот так вот надо сделать. Пошел передовой сборный пункт у британской армии. Ну, и точка перегруппировки. Сразу же апгрейдом. Вайджинал понимает, как важна сейчас позиция в этой игре. Задача выполнена согласно приказу. Вот, надо было играть в один М17, другой ставить М5. И на самом деле могли бы продавить противника уже давным-давно. Видите? Но вот М17, она достаточно... Ну, спорный юнит, честно. Я бы не стал на него прям там возлагать большие надежки. Тем временем, слева. Слева, 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 слева. Ага, встретили огнем. Ой, хорошая мина! И тут еще мина. Хорошо, обезвреживается. МГ-42. Тем временем, гвардейская пехота. Офиг панцер-хузилеров. М17 подавляет панцер-хузилеров. Сразу же. И тут Пупкин. Ой, Пупкин. А зачем ты так поехал-то? Зачем же ты так поехал? Надо было ехать вперед, еще бы Пупкин забрал. Да, растерялся М17. Тем временем. Ручные бренды расстреливают Пупкина на центре. Немца прорывает совместными силами левый фланг. Нечем, нечем, к сожалению, было здесь это все останавливать. Вот пофорс бы налево, да? Ну и 120-очки. Вот они маленькие мои. Хорошие 120-очки. Сейчас эти 120-очки будут так бомбить, что, блин, мама, я жусь. Просто держись за яйца. Оторвет нахер. Вы видите, как они? Бабах, блин. Вот смотрите. Ну, давай. Шмяк. Шмяк. Офигеть, он куда-то туда стреляет, что ли? Тем временем. Передислоцирует свой миномет. Это хорошо. Граната. О-о-о. Нет, это просто не граната была. Это была заливочка. Артиллерийская заливка. Снайпер отступил. Хорошо. По центру. Хороший прорыв по центру. Это значит, что правый флаг сейчас уйдет. Ребятам из команды Ниди Склад. Слушай, Ван Айван пошел в доктрину контроля. Хелпинг Ганс пошел в доктрину немецких мотострелков. Будет вызывать Гаутинцу. И командный Пантер. Ну и, наконец, штурм Тигр Гаддафи пошел в Ягд Тигр. Хороший выбор. Мне кажется, одного Ягд Тигра достаточно на игру. Не Элли Пантера, ничего. И вот оно, оружие победы! Советская установка реактивного залпового огня Катюша. И, да, будет ли фраг? Нет, не будет фрага. Отступили в СК. Ну и надо другие. Надо еще две других Катюш. Еще, еще, еще. И хорошая мина была! Вот это хорошо! Вышел отряд, наступил на мину и был потерян. Прекрасная, прекрасная. Мина была поставлена советскими инженерами. 398 на 417. Счет равный. Ну и Вуфрамен. Вуфрамен по позиции врага. Раз, два. Хорошо накрывают, между прочим. Да, очень хорошая палка Вуфрамен. Там, тем временем, подходит Пантер Кузелеру на позиции 120-го миномета. 120-мм, если быть правильно. Называй правильно свои эти самые юниты. И юноши. Ну и Панзер 4 от Холкинганца. Давайте посмотрим продакшн. Последние технологии пока не сделаны. Есть Т2, Т3. И Т2, точнее Т1, Т2, а здесь Т1, Т3. А все заминировано, братан. Все-то заминировано. Не проедешь. Лиги. Хорошо заходят в игру. Как говорится, всегда и везде использую лиги. Будут разминированы мины. Мало, Максим, надо еще. Итак, Катюша. Готовы. Докладывает экипаж Катюши. Наводчик. Прицельная стрельба. Куда же бить? Куда же бить, Катюша? У наводчика сейчас разбегаются глаза. Куда же наводить орудия Катюши? Да. И он решает на левый план. Хорошо. Раз. Два. И накрывает отряд. Отлично. Делает прак Катюши. То, что от нее надо. Зазалп делает прак, а лучше два. Панзеры прорывают погибцы врага. Но много-много противотанковых оружий. Может быть не так много, но тем не менее они есть. И так просто танками не постоишь. А тут два пупки на трофейных. Эрфилда и Уайджинал. Пробедение Панзер теряется. Вот и все. Зачем кто играет вот просто в лоб? Это, это Суперстар? Или кто это вообще? Хорошо. Кроме, да как выезжают? А что такой наглый-то? А что он такой борзый-то? Охренел что ли? У снайпера проблемы. Не срабатывает Панзер Пауст. Кроме развел на Панзер Пауст. Отошел. И тут снайпер. Ага, пришел, говорит. Ребята, сейчас повоюем. Тем временем советский инженер. Смотри, как реагирует. Накрытие. Хорошо. На обреждение стреляет вторая Катюша. Вот они залпы советской реактивной артиллерии. Вот чего не хватало в команде Суперстар с прошлой игре. Двух Катюш, ребята. Надо было и, кстати, 3-4. Чтобы постоянно, постоянно били они по врагам. Кроты. Кайтит, кайтит пехоту. Спасается Пупкин. Еще один Пупкин живой. Его, естественно, надо расстреливать. Из пака противотанкового. Для того, чтобы он не достался врагу. У миномета 17 фрагов. У британского миномета, уточни, 17 фрагов. Это достаточно серьезная цифра. Да, цифра. Был отряд, подплатили на отряд виногеров на центре. Прекрасные залпы минометов. А вот эта 3-4-85 подъехала. Вот оно, орудие победы. Вот они, советские танки. Но надо расстреливать. Либо расстреливать. Да, потому что враг не отдаст. Враг не отдаст. Накрывает еще до кучи Катюша. Был потерянный противотанковое орудие ПАКС-40. Расстреливается из ИС-3. Ну, тут понятно, что без вариантов. Потому что враг, естественно, не отдаст орудие из ИС-3. Ну и молодец. Все правильно сделаю. Сделаю. Хулдаун у другой, у другой Катюши. Сейчас хулдаун пройдет. Союзные минометы, ребята, эту игру, эту делаю. То есть, невероятно, что творят эти ребята. Ну, вот она, Вафраман. Гордиационный контр-обстрел. Почти, пока мы не попал, кстати. Снайпер. Снайпер британский. Снайпер. Уюю и панцерку дилеры. Хорошо отступил. Снайпер. И Катюша. Вот она, по позиции Лейга. На самом деле, Катюши надо бить по этим Лейгам. И в конечном итоге они просто будут уничтожены. Кромвель. Ой, хороший Штормгершот. САУ штук 3. Штормгершот с версией G. Молодец. Слева. Справа. Все хорошо. Союзники держат одну звезду. И это печально. 364-398 не такой большой разрыв, но тем не менее. Немцы, несмотря на потери, сдерживают позиции. Сдерживают пока врага. Даже чего-то получается уничтожить. Нету пока коордиционных сил для того, чтобы прорвать линию обороны немцев на карте Red Wall Express. У нас хватает, кстати, хватает же? Да, хватает на одну Катюшу еще. Что-то мусолит, мусолит ресурсы у нас Брикман. Я бы, конечно, за этого ему леща дал. Накрытие. Вот опять не попадает по лейгу. Весьма странная. Семья попала в лапы к врагу. А нам открыли рот. И хорошая залетает Тайфуны. Тайфуны сейчас светят все позиции врага. Это значит, что можно второй Катюши-то бить. Вторая Катюша сейчас кулдаун откинется. Можно будет залить. Очень много, очень много орудий ПВО. Включая 2-2-2. И Тайфун потерпел в аварию. Справа советские войска занимают звезду и топливо. М-17 оставили. Давайте посмотрим на лейги. Лейг. Вообще почти не попал. Так. Так, так, так. Вон айм. Тоже не такие серьезные попадания. Ну вот снайпер 10 фрагов всего у Хелпингганца. Как же так, вы спросите? Хорошее попадание. Ох, это было опасно. А вот сюда бы сейчас Тайфун закинуть. Как вы думаете, ребята? Союзные войска уже начинают борзеть. У Хелпингганца почти нету лимита. Ну вот она появляется, малышка. У нее, конечно, ребята, страшное, страшное поражение территории. Да, но почти всю карту обстреливает. Все нужные точки обстреливает эта гаубица. Естественно, надо бить по позиции стационарного штаба. Работает постоянно артиллерия. С одной стороны, с другой стороны. И Черчилль крокодил. Все, молодец. Я молодец, да? Вот он, огнедыщащий крокодил. Вот он уже горит напалм. Какие у него гусеницы. Брутальный британский танк. У пехоты сейчас, по-моему, плохие новости. Команды пандов заходят у Хелпингганца. Очень важно, очень важно. Тем временем, Су-85 на левый фланг. Для того, чтобы сдержать любую контратаку противника. Черчилль едет на центр. Т-34 при поддержке легкой техники едут на правый фланг. Там есть Панзер-4. Так, подсветка. Хорошо. А здесь меточка-то на Панзер-4. И, похоже, заберет. Панзер заберет один танк. Т-34-85. Нет, выдерживает. Выдерживает попадание. Хорошее пробитие. Раз, хорошее попадание. Два. И надо таранить. Надо таранить. Надо просто таранить. Давай, брат, тарань. Эх, Маза-стайл, естественно, не прокатит. У Панзер-4 плохая наводка. А тут Миннен. Мимо Миннена, естественно, проезжает. Т-34-85. Пробитие. Миннус. Прекрасно оформляет трак себе справа. Игрок Эрфилд. Эрфилд, естественно, как всегда, прекрасен. Миннен. Ахтунг, Тассис, Аухен Миннен. Докладывали сейчас немцы, что там товарищ наехал на мину. Надо его забрать. С левой все-таки не получает остановить контратаку врага. Слишком-слишком мало сил. М17. Повозь вернадёром с панцершреками. Ну вот, собственно, и всё. Ну что ж, авторемонт. При поддержке инженеров. Танки не потеряны. Фланг забран. Противник потерял технику. Это значит, что? Это значит, что открыт доступ к тылу противника. А в тылу у нас, ребята, и Штурмгишутс, и командный панцер, и продакшн, и, что самое главное, лёгкая техника. Это вофрамен. 2-2-2. То, что очень мешает. То, что даёт движение. Ещё один, кстати, Штурмгишутс. И, конечно, это всё далеко. И тут надо три танка Т-34-85 для успешного прорыва. Кунтовичок отработал по панцеру. Хорошо. Черчилль 11 фраков, между тем мы пока отвлекались. А Черчилль тут наделал делок. Нахватывает противотанковое орудие ПАК-40 британские солдаты. Говорит, нам такая вещь нужна. Пошёл заливка. Пошёл заливка. Я русский, да? Ты чё? Чё не нравится? Я русский. Ты кон, да? Вот так. Торчущая мой любимый юнит в игре. Ну что, из-под обстрела немцы? Говорит, ага-га-га-га. Как же мы, говорит, удачно зашли. Фрамен работает. Ой, на опережение. Раз. Два. Три. Хорошо. Вот и всё. Так уж я. У одной, как уже есть кулдаун. Уже откатился. Можно заливать по позиции врага. Штромбешут один. Штромбешут не один. Там панцер. Так. Пошла контратака справа. Гвардейские части. Работаем, говорит. Всё спокойно. Работаем, подождите, стрель 85. Штромбешут. Так. Крокодил. Крокодил дел-дел. Делок натворил. Надавал по штуке, уехал. Молодец. И тут же контратакстрил. Хороший обстрел. Катюши. Прекрасно. Катюши, подождите. Сколько у него, Катюш? Леба. Две двери в лбуке. Восемьдесят пять. Вместе с отрядами Максим. Получается левый франк чуть-чуть прожать. Правый советские войска не отдают. Там М-17 на страже. Типа, мне не будет, пацаны. Никого, говорит, не пущу. Ну и Крокодил, конечно, достает. Свои тяжелые броню, вот этот, блин. Так и хочется сказать. Да когда же он успокоится? Два-два-два. Проблемы? Букин. Букин. Решил. Тяжелая броня Крокодила, она позволяет нам так вот наглить. И его франк. Раз, два, изи. Вообще, для наводчика Вуфрамана вообще легко. Вот эта игра, это легко. И пошла от Айрфилда артиллерии. Команды, он тяжело бронированный, поэтому ему тяжело помереть на поле боя так просто. Нет, нет, так не получится. Советские, британские войска прогоняют противника. Докладывается сейчас телеведущий на радио. Чатик у нас не успокаивается, это очень хорошо. Люди активно защищают свою позицию. Это хорошо, ребята. Советские войска тоже защищают свои позиции, не дают забрать врагу ресурсов. Крокодил. Наглый, очень наглый крокодил. Плохой крокодил? А это что? А это як тигр. Вот это, детка. А вот это уже серьезно. Да, рассусоливали тут ребята партию из команды Ниндзи Склад. А на самом деле, к их огромному огорчению, немцы понимают, как играть. Немцы понимают, как тащить. И более того, немцы это делают. Немцы сейчас накопили такой суровый лимит. Я даже не знаю, как ты его прорвешь-то вообще. Есть варианты? Нет. Счет 300 на 335. Ну, вот так вот, да. Я не уверен, что сейчас немцы будут держаться на центре. Они, конечно, пойдут на правый план. Там, естественно, любая контратака немецкая помечаются светом. Потому что советские войска, я боюсь, что не сдерживают. Не сдерживают написки немецкой армии. Так. Надо светить. Надо светить танки противных. Противотанковое орудие ПАК-40. На крапалях. Ту-4-8-5. Тут много надо танков. Катюша стоит без дела. Не хватает аэрфилду микроконтроля. Очень сильно не хватает. Немцы пошли в атаку. У немцев появилась тяжелая техника. Тяжелые танки появились на поле боя. Это значит, что пора штурмовать позиции врага. Успешно немцы отвоевались на центре и с левого фланга. Забегание на правого. И таким образом, в принципе, вот мне очень понравилось, как сыграли сейчас ребята из команды Супер Старс. Несмотря на большие потери, они в целом успешно держали позиции. То, что от них требовалось, это успешно держать позиции, сдерживать врага. Ждать тяжелых танков. Некоторые из вас могли бы бросить эту игру на произвол судьбы, но нет. Супер Старс, они такие, молодцы. Они вообще красавчики. Че с ним? И накрывает минус отряд. Прекли второй отряд. И почти накрыло. И почти накрыло еще и Катюшу. Вы видите, как стреляют метко немецкие артиллеристы? Это же кошмар какой-то. Это же просто какой-то кошмар. Акабанды Бандарт тут. Исход битвы практически уже... Уже практически виден. Тяжелые танки, мобильные. Юрки. Королевский тигр, конечно, молодец. Приехал, отжал план. Такой вообще хороший товарищ. Су-85 ему вообще в профи. Он еще и кривая так очень. Так, штук. Ага, ааа, вот они нашли, говорит. Сейчас мы его, говорит, заберем. Так. Хорошо. Так, глушили. Едем вперед. Забираем. Привет товарищу. Экифажу Су-85. Минус одно советское орудие. Тяжелое противотанковое орудие Су-85. Было потеряно практически. Вообще, говорит, изи, да? Легко. Вот. Вот рамок сейчас будет заряжать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спасает свои позиции немцы. Обратите внимание. Домовые бомбы. Не отдадим, говорит, немцы. Не отдадим свою землю. Red Bull Express будет нашим. 281-332. Ой, 322, простите. Да. Вот он результат, ребята, пока что этой встречи. И на самом деле мы все ждем контратаки. Такой серьезной атаки от союзников. Честно вам признаюсь, ребята. Тут, скорее всего, сейчас будет организованная атака немцев. Немцы, скорее всего, сейчас пойдут давить. И вот не хватает какого-то мобильного антитеха. Заехать такими танками, шальными. Хорошее попадание по Т-34. Авиации. Очень сильно не хватает авиации для разведки. А вот о чем я говорил. Так, Пантер, хорошо. На Максим въехал. Так, слева. А тут он видел-то, Катюша. Так, здравствуйте, мои дорогие. Проблемы там. Ой, какая здесь мина останавливает командный панзер. Там Су-85 тоже поехал. Говорит, а-ха-ха-ха-ха. Попался, дурачина. Пробитие раз. И какие дубовые бомбы. Невероятно, невероятно. Как же здесь отыгрывает филдинг-ганс. Граунд-атак от Су-85. Ну, надо ехать королевским тигром. Ау. Братюнь, давай, вперед. Работает Катюша. Сма странно. Очень странно, что королевский тигр не поехал вперед. Все, спасли командный панзер. Можно отъехать. Тут даже снайпер есть. Охренеть мне. Нахрен ему нужно. 12 фрагов. Су-85. Хорошее попадание. Справа, тем временем. Советские войска держатся. Пока, говорит, держимся. Панцершреки подошли. Панцершреки подошли. Вот кого не хватало. Не хватало пехоты. Не хватало пехоты с панцершреками. Это очень важно. Ну что ж, вот враг подошел. Надо встречать врага. Чем, говорят, ребята из ниндзя-склад? У нас, говорит, нечего. У нас нет ни хера. Печальная, печальная ситуация. Сейчас Катюша сюда даст. Это ж, блин, как ясен день. Ясен пень. Ну вот залп отгоняет этот гнадеров. И тут же контр-обстрел из Уфрама. Ну, раз, два. Ну, это прям вообще... А, не, нормально, слушай. Разминировал зато. Шреки на Т-34-85. А, конечно. В 10 раз. Это уже интересно. Шерман Файрфлай. Был потерян Черчилль-Дрокодил. Я, кстати, просмотрел. Был потерян отряд. Сейчас 120-й, конечно, нереально мощные товарищи. Так. А это ПТАПы? Это что у нас? Это... ПТАПы, нет? Нет! Это Л-2 бомбовый удар. Так, сильно. Пол брони сняли. Пол брони сняли. Ну, где танки Т-34? Где же твои танки Т-34-85? Нету ни хера. Да. А вот если бы заехать... Допустим, с какими-то инженерами, если бы, наискать. И, в принципе, это забрать-то не так сложно. Встали. Немцы просто тупо встали и стоят. Это ошибка. Надо было давить врага. В такой игре команда Суперстарс, она будет такая. Ну, это типа... Нереально аккуратно. Ну, типа, мы же можем проиграть. Одна неверная атака и всё. Поэтому будут, ребята, тянуть кота за уши. Естественно, по очкам. Никаких манёвров мы особо не увидим. Так, это вот интересно. Самоходка Су-85 будет встречать танки врага. Во все оружие. Тут же работают две катюши. Тут же поехал Фаерфлай. Снайпер, пехота, не учёный. Будет штурмовать, что ли? Чем? Одним отрядом пехоты? Вася, ты издеваешься? Конечно, невероятная атака. Отступил снайпер. Подошёл Фаерфлай. Естественно, выманивает танки. Раз! Два! Нет, ромазал ракету. Не надо было раньше. Из-за пасовки этот козырь. Тем временем Т-34-85 сдерживает здесь танца Шрека. Су-85. Пробитие. Ой, простите, штук три. Пробитие по Фаерфлайу. Хорошее пробитие. Неужели до конца? А да, а чё ждать-то? Просто едем до конца и всё. Ой, пробитие хорошее. По шпурнишу. По данным перехвата у них всё ещё 300 очков. Ну и два фрага сделал всего Ягдтигр. Маловато будет. Пантер-4 справа. Ягдтигр справа. Если честно... Ой-ой-ой, посмотрите, кто это. Посмотрите, кто к нам пришёл. Королевский Тигр слева. Занял хорошую позицию. И неужели по позиции Катюша он будет бить? Да, 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 да. Нет, 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 нет. Куда он бил-то, Кися? Аааа, по танку бил. Сломан двигатель. Обратите внимание, стена-то уже убралась. А, нет, 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 здесь ещё. Да, пантерверфер на самом деле очень поторопился. Вообще вот этот пантерверфер всегда бросают на Катюшку. Если честно, здесь он вообще может Было бы 3 талкила хормить Торопится Ой, да ладно, вот это попадание Суперстарс Что-то торопятся, что-то очкуют они Не нравится мне, как они играют Индисклод на самом деле Обратите внимание, уже сколько, минут 5 Держит противника в таком состоянии Теперь, теперь, знаете, что надо сделать Теперь надо просто собраться все вместе С союзником И пробить какой-то план Потом собраться и еще один пробить Потому что оборона очень сильно растянута Обратите внимание, сильно растянута Оборона немцев И если тремя Таким тройным кулаком ударить по позиции Противника, то все может получиться Как говорится, было бы желание 17 в опасном положении, это испантер 4 Без проблем находит этот юнит Он стоял тут полчаса Что-то хотел, что-то не хотел Да, но немцы за счет Более лучшей артиллерии, конечно, давят Заставляют противника атаковать Ну вот, на мой взгляд, конечно Команда Ниндисклод сейчас уже хреново играет Они просто тупо не могут собраться Вместе проатаковать один план Они как-то вот ездят Тут же все очевидно, блин Белый день Вот заехал слева Закинул авиацию Ну и что? Ой, хорошо накрыл А где сейчас-то поддержка? Вот они, Су-85 А где еще танки? Где еще твои танки, сволочь? Так, раз Не-не-не-не, так, хорошо Раз, промахивается Су-85 Раз А что спит-то вон айван? Ну, раз И опять И раз Хорош Якфанзер был потерян Теперь Королевский Тигр Сильно пробита броня Так И пустить ракеты Пустить ракету Раз Хорошо Минус Оформляет И Штурм Гешут забирает вторую Су-85 Были потеряны два противотанковых оружия Су-85 Разменял на два танка Также, в принципе, это вам размен в пользу Командой Ниндзи Скват Сейчас очевидно, что Не будет одного тяжелого И Ягдпантера Блин, вообще все хорошо Ягдтигр на центр И пошли захватывать ресурсы, ребята Ну, слишком, слишком маленький лимит И неужели нельзя было побольше сюда привезти? Да Недопонимая немножечку команду Ниндзи Скват Мне кажется, надо Более какие-то такие организованные атаки делать Командер вверх уже три фрага Это, конечно, вообще смешно Звук у одного меня пропал У меня все показывает, что есть Ну, немцы вот такой тупой лобовой тактикой На самом деле Наших врагов осталось 100 очков Прогоняет противника со своих ресурсов И 100 очков Да Ну, это у Суперстарс победили Чушь, молодцы Кстати, ой 2-2-2 наконец-то погибает На 44-й минуте Это хороший в микроконтроле Холпингганск показывает Чайни вафел И все Ставка На Катюши Это хорошо Но В этой игре Кроме Катюши Нужно было что-то еще Побольше танков Т-34-85 Побольше фланговых атак Чтобы противник свои орудия переразворачивал Конечно Вайджинаус сыграл отвратительно Он потерял огромное количество танков Ему надо было также копить лимит Продолжается стояние на центре Танки обстреливают друг друга Ну вот С Ягдтигром-то не повоюешь Ну раз тебе пол брони снял Раз пол брони снял На самом деле треть брони Да? Ну даже если четверть Очень больно Очень больно МЛ-20 Здрасте Здрасте мордасти Прикман выбирает у нас Да, вот он и 2 Гвардейские отряды Ну что, работают артериористы Не достанет советский МЛ-20 Немецкой гаубицы Ну и кто у нас появляется? А вот это правильно Вот это, ребята Я бы таких 2 сделал Это правильно Это современно Это хорошо Пантера Это то, что надо Это все Это все Что нужно Для победы Быстрая Маневренная Врывается Блин Супер Хорошая броня Все здорово Этрих танков Можно аж штуки 2 сделать Сейчас настолько уязвимый Лимит к этой пантере У команды Низи-Склад Что Что именно так и надо Делать Су-85 по-прежнему Не оставляет надежд Занять левый фланг Проблема, что Су-85 не работает По противотанковым орутам Артериористы ликуют Немецкие артериористы ликуют Да уж Штрук дышится Хорошо Пробитие минус 11-85 Вот вообще как я говорил Смотрите какой врыв Смотрите как быстро Она обрывается Вот она Вот она едет Смотрите Раз Так А вот здесь Вот они, Катюши На На Пожалуйста На, забирай Кися, забирай Давай, давай, давай Раз Минус Ой-ой Хорошо Вот видите какая броня хорошая Там тем временем Штрунги шут Пробитие По Су-85 Пантера добивает Молодец Ракеты пошли у нас штук Штук не так сильно Страшно потерять Как Пантеру Пантера сейчас будет Естественно Уезжать Вот Королевский тигр Бо надо вперед Вот этот Братан должен принимать Основной урон Пантер сдерживает Так Вот этот Четыре Вот еще Су-85 Делать Зачем ему Су-85 Вообще Непонятно Что творит Команда Ниди Сквад Что-то растерялись Ребята Явно Растерялись Ну это Кстати В очередной Раз Доказывает Что за Немецкую Сторону Да Вот этот Замечательный Стрим Когда Стоял Стоял Ягдтигр И Макиканин Сделал 4 185 А Джок Сделал 4 Т3 4 85 И Они Просто Поехали И сломали Все Тактика Это Очень Хорошо 35 На 290 Ну вот Сейчас Такая Ситуация Можно Передохнуть 290 Очков Уходи Это Самый Че Страшно Просто Спокойно Стоять Сейчас Перегруппироваться Восстановиться Немцам И С новой Силой Давить Врага Гвардейцам Тяжеловато Одним Надо Еще Пехоту И Выход Пантера Поехал Ага Вот она Так Привет Говорит Ребята Здорово Надо Протвотан В орудие Пак Ягдтигр Ждет Ждет Своих Танков Ягдтигр Так Панзер Т34-85 Там Су-85 Надо отъезжать И вы посмотрите А вот Сушками Получается Отыграть Противотанковых Юнитов Достаточно Много У Ниндзя Схват И они В принципе Сдерживают Немцев Проблема в том Будут давить Противник Ему Базе В конечном В итоге Придят Почему Нет Хватает Непроконтроля Да Вот Так Пантеры Хорошо А пантеры Понимают Куда Они Идут И Пантеры Как раз Хотят Это Сделать В Канали И Пантер Так 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 Отъехал Так Один Отъехал Второй Пантер Нет Все-таки Один Пантер Был потерян Странная Атака Без поддержки Пупкина Без поддержки Ягдтигра Да Какая-то Асинхронность Сейчас Немецкая Армия Если честно Для меня Это весьма Странно Че Неужели Нельзя Было Попросить Ягдтигра Атаковать Советские Танки Т-34 Ну На ПД Конец Су-85 Так Какое-то Разногласие У ребят Странно Странно Ну и Лобовыми Атаками Обстреливают Ребята Вот Ягдтигр Очень Очень Трусливый Ему бы Вот сюда По большому счету Подъехать Но его Очень боится Потерять Очень боится Гаддафи Потерять Этот штурм Тигр Хотя Ой Простите Ягдтигр Хотя Конечно Это зря Очень Зря Да Пантер Спалил Заезд Т-34-85 А Ослепили Ослепили Ягдтигра Пантера Пантера Естественно Едет Сохранять Ягдпантеру Жизнь На случай Если прорвут Танки Противник Оппозиции Немецкой Обороны Слева Все хорошо Я думаю Вы и так По миникарте Видите Что тут не то Что хорошо Тут все прекрасно Пантер Пантер Веркера Вообще Конечно Результаты Никакие И на самом деле Тоже Хочется отметить Команда Ниди Сквад Не отдает Центральную Точку Всяческими Артиллерийскими Обстрелами Но Сдерживает Так Поехали Ягдан По Су-85 Прекрасно Надо еще Надо вперед Пантер Веркер По позиции Пехота Пехота Отступит Справа Тем временем Ягдпанзер Панзер Четыре Пантера А собственно Где у нас Ягдтигр Где Где же Ягдтигр Где же Ягдтигр Где Мать его Ягдтигр Как я мог Просмотреть Такое Подожди О Спрятался Где Блин Ну это Очень трусливо Играет Гаддафи Честно Очень трусливо Видимо Он просто Даже Не понимает Он даже Не читает Игру Он просто Не читает Игру Вот оно Слабое звено И вот это Слабое звено Как я говорил Надо было Танками Т-34 Давить С самого Начала Но По-моему Команда Ниндзи Скват Еще не делает Правильных Выводов Из игр Это очень плохо Давно Пора Это сделать Гаддафи Играет Откровенно Плохо И на самом деле Давно Было бы Фланговыми Атаками Можно было Победить Соперников Ну что Немцы Продолжают Лобовые Атаки В принципе Тоже Приносит Пользу Дальше Дальше Вперед Боится Почему-то Боится То ли Гвардейцев То ли Еще То ли Артиллерии Не хватает Микроконтролю Гаддафи Не хватает Микроконтроля Вообще По-моему Представляете Как Хелпингган Сейчас Орет Матом Ты Че Охерел Так Кузнадеры Хорошо Так Раз И еще 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 До конца До конца Все правильно Так Так Вот она Катюша И раз Нет Не попадает Жалко Тяжело Тяжело Захватывает Территорию Территорию Врага Зачем Тебе Это Надо Вот Желакомый Кусок Прогнали Вознадеры Зато Су-85 Это тоже Результат На самом деле Тебя Трриторию Трири Даже нечем останавливать Панзер Ягдпанзер бы еще туда добавить И все С двумя ветеранцами Как один танк, так и другой Хорошее попадание Танка ТВ-485 Это Эркел Видите как хорошо играет Ой А вот это серьезное Потому что противотанковая граната была брошена На танк ТВ-485 И по-моему Панзер-4 забирает Правую броню, нет, рикошет 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 В этот раз можно Но надо забирать, да, хорошо, пробивает броню Где-то был раньше-то, блин Ну это пипец, конечно, с таким микроконтролем Я не знаю, во что играю Панзер Тем временем слева Не оставляет попыток Советские войска хоть что-то занять Правую сторону забрали Отлично Немцы сейчас, конечно, радуются Потому что им Центр-то недолго забрали А у противника 11 очков Поэтому сейчас, конечно, немцы уже открывают шнапс Говорят, ребята У нас все хорошо У нас, говорит, все прекрасно Вот и все 1-1 1-1, ребята Я представляю сейчас Я бы этого Гаддафи честно отмудуюсь Отмудуху Ну потому что что это такое Ну зачем нам ягдтигр, который вообще не играет Можно посмотреть на то микроконтроль Кобелевабель Совет вектор Я обязательно его покажу Но только не сегодня Я сегодня отравился Поэтому У меня это самое У меня колики в животике И у меня очень плохое самочувствие Джофф бы показал, как за советов играть через КВ-2 Может быть Да Отравился Бежицкой шавермой Нет, нет, нет Чем-то другим Ну Не знаю Выбросил все, что было Но Что-то как-то плохо себя чувствую Вот Но работаю Как бы стараюсь для вас А вы там что-то каким-то ватником меня называете Херели что-то Сами вы ватники Понапридумывались и там каких-то этих А, да, да Собака Давай я тебе ярлык повешиваю А ты ватник Сам ты ватник, понял? Вот вату катаешь там Сидишь Вот поэтому Что бежские Несвежие котики Здесь вообще шаурмы нету Ребята С чего взяли, что это было Левятским квасом Нет, нет Квас я уже выпил Да, вот Хелпингганск Да, я думаю, что он сейчас прям Надел вот эту фуражку Немецкую И прям такой Ееее Я рассказал, что я крутой Кто тебя дразнит Ватником Да какие-то ребята пришли Мне понравилось, что я с СК-2 ухожу Поэтому В СК-2 же такие люди Они же не могут с тобой нормально попрощаться Они обязательно Поднимут какую-то острую тему Вот Шаурман На любом рынке есть Ну вот Я здесь не находил Как нет шавермы Где ты живешь Да здесь, во-первых Ребята нету Из Кавказа И из Азии Здесь одни русские Поэтому Я живу в городе Бежиц Тверской области Ну А те, кто смотрит нас на YouTube Ребят, спасибо за просмотр И нажмите На лайк И вас ждет третья игра Которая вам будет доступна Совсем скоро Ну или уже доступна Так что переключайте Смотрите Наслаждайтесь И поставьте комментарий Хороший Плохих не надо Можете, в принципе, и плохой написать Какая разница Да Как бы все равно Можем тебя спокойно И на Твиче смотреть Ну вот